Всем шалом, салют, хеллоу, коничева, и дальше всё по той же логике. С вами Дмитрий Логинов и доза интересностей с нашей планеты на Red Barn Podcast. Каждого из нас когда-либо настигали неудачи, но были ли они настолько тотальными, как у людей, о которых я хочу сегодня рассказать? Мы с вами поговорим о десяти поразительно неудачливых людях, которые владели талантом оказываться в неправильном месте в неподходящее время или быть в правильном месте, но покинуть его не вовремя. Итак, приступим. Номер 10. Рон Уэйн. Третьего соучредителя Apple Computers коллегу Возника звали Рон Уэйн. В 1976 году Джобс и Возник были двумя одаренными 20-летними юношами, у которых не было реального опыта ведения бизнеса. Поэтому они взяли 40-летнего Уэйна, чтобы он следил за сотрудниками и помогал с технической документацией. Именно Уэйн напечатал самый первый контракт Apple с указанием роли каждого человека в компании и их доле акции. Джобс 45%, Возник 45% и Уэйн 10%. Он даже создал первый логотип Apple — изображение Ньютона в стиле ксилография под знаменитой яблоней. Но уже через 12 дней Уэйн уволился. Он видел, что не совсем вписывается в компанию энергичных юных гениев и не видел места для себя либо своих собственных идей в будущем компании. Кроме того, он беспокоился, что ему, возможно, придется использовать свои личные активы для оплаты долгов, которые они могли набрать. В отличие от двух других, у него был дом. Поэтому он сразу же продал свои акции на общую сумму от 2300 до 800 долларов США, а позднее оставшиеся 1500 долларов. Через 40 с лишним лет эти акции стоят около 100 миллиардов долларов. И это очень много потерянных нулей. В целом Уэйн говорит, что не сожалеет о своем решении и, вероятно, ушел бы задолго до того, как Apple достигла рекордного уровня в 1 триллион долларов. Но в эссе на Facebook он признал, что, вероятно, следовало бы остаться где-то до 80-х годов, когда Apple стала публичной, а Джобс и Возник стали миллионерами. Но это не последнее разочарование в его жизни. Уэйну не повезло и с его первоначальным контрактом с Apple. Уэйн десятилетиями хранил документ в пыльной картотеке, пока в конце 90-х наконец не продал коллекционеру за 500 долларов. Тот же самый контракт был продан на аукционе в 2011 года за полтора миллиона долларов. Номер 9. Цутому Ямагути. Из примерно 283 тысяч японцев, переживших атомные изрывы, которые уничтожили города Хиросиму и Нагасаки, в августе 1945 года Цутому Ямагути самый невезучий. Только 10 людей были свидетелями обеих бомбардировок, и Ямагути попал в их число. В 1945 году 29-летний Ямагути работал инженером в Mitsubishi Heavy Industries и 6 августа находился в Хиросиме в командировке. Сойдя с трамвая, он был окутан ослепительным белым светом. Малыш, первая атомная бомба, которую использовали в войне, взорвалась всего в трех километрах от Ямагути. Он выжил, но получил тяжелые ожоги всего тела и разрыв обоих барабанных перепонок. Тогда погибли 80 тысяч мужчин, женщин и детей. Желая добраться до дома, Ямагути выдержал пик зоны радиации в центре Хиросимы, чтобы на следующий день сесть на поезд до Нагасаки. 9 августа, когда в своем кабинете рассказывали своему боссу об ужасах, свидетелями которых он стал в Хиросиме, американские войска сбросили толстяка на Нагасаки. «Когда комната наполнилась тем же ослепительным белым светом, я думал, что грибное облако последовало за мной из Хиросимы», — сказал Ямагути британскому изданию Independent в 2009 году. Ямагути молчал о своем статусе пострадавшего от двойдой бомбардировки до 80-х годов, когда написал мемуары под названием «Дважды бомбили, дважды выжил» и стал защитником денуклеализации. «Это была моя судьба, что я испытал это дважды, и я все еще жив, чтобы рассказать то, что произошло», — сказал он, когда ему было 93 года, и он находился на последней стадии рака, вызванного воздействием большого количества излучения от двух атомных бомб. Номер 8. Энн Ходжес. 30 ноября 1954 года жительница Алабамы Энн Ходжес стала первой и, возможно, единственной пострадавшей от падения метеорита. Космический камень весом 3,8 кг сгорел в атмосфере, но не до конца. Он пробил крышу дома Ходжес, отскочил от радио и ударил ее по бедру, когда она дремала на диване. По словам астронома-эксперта по метеоритам Майкла Рейнольдса, вероятность удара метеорита в населенный пункт, не говоря уже об отдельном человеке, поразительно мала. «У вас больше шансов получить удар от торнадо, удара молнии и урагана одновременно», — сказал Рейнольдс. Жизнь Ходжес не стала лучше после того, как ее ударил межзвездный путешественник. Она делалась кровоподтеком на бедре и ушибом руки, но инцидент делал ее мишенью в СМИ. Удивленная толпой людей, собравшихся возле ее дома, Ходжес легла в больницу подлечиться. Первоначально этот фрагмент был изъят в ВВС США для исследования. Когда стало известно, что это метеорит, муж пострадавшей нанял адвоката, чтобы отсудить его с целью продажи. Есть сведения, что в это время за метеорит предлагали 5000 долларов. Поскольку Ходжесы были арендаторами, в дело вмешались владелицы недвижимости Брэнда Гай, которая также наняла адвоката, претендуя на владение метеоритом. По закону, ее претензии были весомыми, тем не менее, Гай уступила права на метеорит Ходжесам за 500 долларов. Однако Ходжесы не смогли выгодно продать метеорит и в 1956 году пожертвовали его в Музее естественной истории Алабамского университета в городе Тускалуса, где он и хранится большую часть времени. Потом у Ходжес случился нервный срыв, она развелась со своим мужем и умерла в 52 года в доме престарелых. Метеорит остается выставленным в Алабамском музее естественной истории. Номер 7. Пит Бест Пит Бест по праву был назван самым невезучим человеком в музыке за то, что его уволили с поста барабанщика Битлз в 62 году, всего за несколько недель до того, как песня «Low Me Do» стала номером 17 в чарте страны. Бест впервые встретил Битлз в конце 50-х годов, когда их еще называли Quarrymen, и выступил на премьере в кафе «Ливерпуль», принадлежащем маме Беста. В то время музыканты в группе применялись, включая нескольких барабанщиков. Только в 60-м году Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон объединились в Битлз и нуждались в барабанщике для серии концертов в Гамбурге. Они просили Беста, который играл на барабанах для его собственной ливерпульской группы The Black Jacks. Время Битлз в Гамбурге было преобразующим для молодых рокеров. Они нашли свой фирменный блюзовый звук и собирали толпы легкомысленных фанатов. Пит разблизился с ребятами, пока жил в ветхих квартирах в квартале «Красных фонарей Гамбурга». Но когда группа вернулась в Англию в 62-м году, случилось непредвиденное. Прямо перед тем, когда Битлз должны были записать несколько синглов для AIM-I, менеджер группы Брайан Эпштейн позвал Пита в свой офис и сообщил плохие новости. Он сказал «Пит, я не знаю, как тебе это сказать. Мальчики хотят, чтобы ты ушел», — вспоминал Бест. Причиной увольнения было, скорее всего, то, что его решили заменить на Ринго Стара. Бест тяжело переживал и даже пытался покончить самоубийством в 60-х годах. В 1968 году, когда Битлз все еще были популярны, он работал на хлебозаводе, чтобы содержать семью, а затем стал государственным служащим. Но в конце концов он основал свою собственную группу и, наконец, получил полный чек на роялти от The Beatles Anthology, выпущенный в 1995 году, которая включала в себя ранние демо с ним за ударными. И он никогда больше не говорил с Джоном Джорджем и Полом. Номер 6. Мелани Мартинес. Мелани Мартинес повезло, что она жива. В 2012 году Мартинес, ее муж и ее пожилая мать оказались в ловушке на чердаке, когда штурмовой нагон от урагана Исак затопил ее дом к югу от Нового Орлеана. Они отчаянно пробивали себе путь сквозь крышу, где их, наконец, спасли вместе с их пятью кошками и тремя собаками. Тем не менее, быть живой — это не единственное, в чем повезло Мартинес. По фатальному стечению обстоятельств она потеряла не один, не два, а пять домов во время пяти отдельных ураганов. Правда, Мартинес предпочла перестраивать свой дом пять раз в одной и той же пойме Лузианы. Но каковы шансы, что ураган Бетси, Хуан, Джордж, Катарина и Айзек разрушат каждый из них? Чтобы добавить соли на рану, последний дом Мартинес был выбран для реконструкции за 20 тысяч долларов в реалити-шоу A&E — убежище и дома. И там была установлена новая кухня, новая техника и новая швейная комната для Мартинес. Трансформация была показана за несколько недель до прибытия урагана Исак. Излишне говорит, что теперь ничего от этого не осталось. Когда ее спросили, почему она продолжает жить в этом месте, Мартинес сказала «Я родилась здесь, это мой дом, но мы хотим переехать в дом на холме». Номер пять. Джейсон Кэрс Лоуренс и Дженни. Джейсон и его жене Дженни нужен новый туристический агент. Удачливая британская пара забронировала серию злополучных международных праздников в 2000-х годах, которая не поддается никакой теории вероятности. Первой была ознакомительная поездка в Нью-Йорк, и во время которой они оказались в Большом Яблоке 11 сентября 2001 года, когда угонщики самолетов врезались в башни Всемирного торгового центра, убив более 2700 человек в результате самого страшного террористического акта на территории США. Несколько лет спустя Джейсон и Дженни предпочли провести отпуск ближе к дому, забронировав несколько ночей в Лондоне в июле 2005 года. За день до их визита четыре смертника атаковали лондонское метро, убив 52 человека и ранив более 700 человек. В 2008 году они искали место для отдыха, выбрав Мумбаи, Индию. К своему ужасу террористы нанесли еще один удар, открыв огонь по роскошному отелю и железнодорожному вокзалу в крупнейшем городе страны, убив 174 человека. Три отпуска — три из самых смертоносных террористических нападений десятилетия. И мы можем только предложить, что бедные Джейсон и Дженни находятся в списке наблюдений ЦРУ. Номер четыре. Антонио Меуччи. Не смейте произносить имя Александра Грехома Белла в Италии. Там школьников уже более веку учат, что настоящим изобретателем телефона на самом деле был Антонио Меуччи. Итальянский изобретатель, который продал предварительный патент на свое телетрофоно в Соединенных Штатах за пять лет до Белла, но затем трагически погиб, не дождавшись результата. Но не только итальянцы и итало-американцы считают, что Меуччи был первым. В 2002 году палата представителей США приняла резолюцию, в которой признала вклад Меуччи в изобретение телефона. Еще в 1830-х годах, живя в Гаване, на Кубе, Меуччи обнаружил, что звук может передаваться в виде электрических импульсов по медному проводу. В 1850 году Меуччи и его жена переехали на Кубу. Но там Меуччи столкнулся с рядом бед и неудач. Его жена заболела и стала парализованной. Чтобы оставаться с ней на связи, он остановил между своей мастерской и спальной тестовую версию телетрофона. В 1860 году, истратив последние деньги, он публикует в итальянской газете сообщение, что после долгих лет труда изобрел, наконец-то, звук, бегущий по проводам. Телетрофон. Заметка попала на глаза клерку компании Western Union, который, отыскав лачугу изобретателя, заполучил за скромную плату все чертежи, рисунки и остальную документацию по телетрофону. Меуччи было обещано дальнейшее сотрудничество. В 1871 году итальянец подал заявку, на патент своего изобретения стал ждать, а компания Western Union на все его запросы отвечала, что документация утеряна. Так продолжалось до 1876 года, когда Меуччи с удивлением увидел в заголовках американских газет сообщение о великом изобретении телефона Александром Беллом, сделанном под патронажем фирмы Western Union. Меуччи предпринял судебную тяжбу с могущественной компанией, но ему просто не хватило средств отстоять свои права. Лишь в 1887 году удалось вырвать из архивов Western Union свой патент. Суть Нью-Йорка признал его приоритет, но Меуччи уже не мог воспользоваться своим изобретением, поскольку патентный срок к тому времени закончился. Меуччи умер в бедности в 1889 году. Современники так и не признали его авторство на изобретение, которое означало революцию в мире коммуникаций. По мнению исследователей, в этом ему помешали бедность, слабое знание английского языка и неспособность жестко отставить свои интересы перед могучим соперником. Номер 3. Костис Мицатакис. Каждое Рождество в небольшом испанском фермерском городке Садетта Ассоциация домохозяек, группа, представляющая домовладельцев в городе, продает лотерейные билеты, собирая средства для общественных мероприятий. В Испании специальная рождественская лотерея называется El Gordo, толстяк, потому что она обеспечивает самую большую зарплату в год. Это также одна из старейших в мире непрерывных лотерей, впервые проведенных в 1812 году. В 2011 году джекпот достиг 950 миллионов долларов. Самой большой суммы за всю историю. Несмотря на это, некоторые жители неохотно приобретали билет на 26 долларов, поскольку Испания находилась в глубине экономического спада и продолжительной засухи. Но так как деньги пошли на благое дело, каждая из 70 семей в городе присоединилась, купив хотя бы часть билетов. Все кроме одного человека. Режиссер Костис Мицатакис жил за городом в старом сарае, который он ремонтировал. А дамы из Ассоциации домохозяек в тот год туда не добрались. Ну, вроде бы ничего страшного, правда? А вот неправда. Несмотря на невероятные шансы, Садетта выиграл джекпот. И каждая из деревенских семей ушла с призовым фондом в размере в 130 тысяч долларов. До нескольких миллионов. Фермеры въехали в город на своих тракторах, а мэр вышел на улицу с рупором, чтобы поздравить ликующую толпу. Мицатакис, которого скоро назвали самым неудачливым человеком в мире, принял все сходу. Он переехал в Садетта 8 лет назад, чтобы быть со своей девушкой. Романтика длилась недолго, но Мицатакис влюбился в город и решил остаться. Он был рад за сельчан из скромных фермерских семей, борющихся с тяжелыми долгами. И даже нашел идеальный повод для нового документального фильма. Номер 2. Ричард Джуэл Это случилось в 1996 году в Атланте, в штате Джорджия. Рано утром, 27 июля, когда тысячи людей собрались в 100-летнем Олимпийском парке на концерт, охранник по имени Ричард Джуэл обнаружил подозрительный зеленый рюкзак, лежащий один на земле. Джуэл и другие офицеры отвели зрителей от сумки всего за несколько секунд до того, как она взорвалась. Самодельная бомба содержала гвозди и шурупы, которые, разлетевшись в разные стороны, убили одну женщину и ранили более ста человек. Несомненно, жертв было бы больше, если бы Джуэл не предупредил власти и не начал очищать территорию. Первоначально прозглашенный героем Джуэл быстро оказался под следствием в качестве подозреваемого во взрыве. На следующий день местная газета Atlanta Journal опубликовала специальный выпуск, которым Джуэл был назван главным подозреваемым, и национальные СМИ последовали их примеру. Фургоны СМИ припарковались возле дома Джуэла и преследовали его вопросами. Местная полиция и ФБР провели многочисленные расследования, и только в октябре он был окончательно оправдан. Но ущерб был уже нанесен. Несмотря на то, что настоящий олимпийский бомбардировщик Эрик Рудольф был в конечном итоге пойман и осужден, имя Джуэла навсегда было замарно ложными обвинениями в его причастности к теракту в стране. Он умер в 44 года от осложнения в диабете, однако ему удалось выиграть поселение от МВС и СНН, а также награду о Джорджии. Номер один. Франо Селак. Люди часто называют Франо Селака самым счастливым человеком в мире, за то, что он выжил в семи различных катастрофах. Но 89-летний бывший учитель музыки из Хорватии думает совершенно по-другому. «Я всегда думал, что мне не повезло, но вы не сможете убедить людей в том, во что они не хотят верить», — сказал Селак в The Telegraph в 2010 году. Первый смертельный номер Селака произошел в 1962 году, когда его поезд в Сараево, в Дубровник, сошел с рельсов и свернул в ледяную реку, утопив 17 попутчиков. Сам Селак пострадал от перелома руки и переохлаждения. Год спустя, когда он совершал свой первый единственный полет, самолет упал, убив 19 человек. Невероятно, но Селак был выброшен из неисправной двери и приземлился целым и невредимым в сток сена. Как же не жутко это звучит, но все только начиналось. Селак был в автобусе, который съехал с дороги в еще одну ледяную реку. Две его машины загорелись, одна сожгла его волосы. Он был сбит автобусом в Загребе. В 1996 году он свернул с дороги, чтобы избежать встречного грузовика. И в последнюю секунду выпрыгнул на свободу, когда его машина упала с 91-метровой скалы. Единственная действительно удачная вещь, которая случалась с Селаком, это выигрыш в 1 миллион долларов, когда он купил свой первый в истории лотерейный билет в 2005 году, чтобы отпраздновать свой пятый брак. Полагаю, что все предыдущие браки тоже были бедствиями, пошутил Селак. На сегодня это все. Это был топ-10 фактов на Red Barn подкаст. И, кстати, не могу не рассказать, что студия Red Barn запустила максимально уютный подкаст-город, в котором вы сможете узнать о городах России через историю обычных жителей. И вместе с ведущим Сергеем Прохоровым мы уже успели попутешествовать по Калининграду, Астрахани, Волгограду и многим другим городам нашей страны. Так что обязательно послушайте. Ну что же, всего вам самого хорошего. Будьте удачливыми.